уважаемые друзья приветствую вас доброе утро велись и начало седьмого увидите темно ну вот с минуты на минуту будет рассвет я вот нахожусь вот сначала заглянул с утра в аптеку нужно было купить какие-то мелочи по поручению потом в аптеке заходить не стоит потому что там длинные очереди стоят и люди там копошатся копошатся эти дамы аптечные провизорши теряешь в два раза больше времени заглядываешь самого утра или же поздно ночью тогда вокруг никого нет и все это быстренько можно разрешить все вопросы вот магазин тоже нужно будет зайти я вспомнил что я давным давно и так захотелось не ел такой у нас сыр есть кархновида заводской сыр он и не соленый не очень жирный вкусный очень вот собачка так вот грустно лежит здесь скоро ему же холодно будет всем этим уличным животным но здесь цветы эти круглосуточном режиме продаются видно продавец и фрукты да видны продавец там в машине спит чтобы не приходите не уходить такая вахта а вещи между прочим неплохие я бы что-то случилось что-нибудь вкусное бы взял но теперь будить будить уж точно не более ночью на рассвете человека ему еще весь день работать здесь вот вряд везде аптеки ну вот я знаю что многие наши они себя очень любят это место и с удовольствием его так сказать признают узнают здесь прекрасная кондитерская вот такие тортики здесь есть давайте заглянем что здесь в ассортименте вот такие вот красивые торты это может быть даже это не торты а макеты тортов какие они делают на заказ вот для детей для дни рождения праздников всяких сейчас вообще в моду нашли вот какие-то гигантские свадебные торты я смотрел вижу попадаются периодически вот от тех кондитеров с которыми мы общаемся и работаем вот они уже сооружаются это такое грандиозное высоченная и собирают уже это все на местах они собирают потому что вот этими модулями на больших машинах они это везут и там уже собираю туда добавляется освещение не знаю чуть ли не сигнализация скоро этот торт сам танцевать будет наверное какие-то трансформеры не знаю насколько это все потом оправдано и насколько это потом нужно обычно это торт разрезают жених и невеста и потом все про него забывают гости уже ничего не хотят к этому времени когда вынесли торт просто все так слегка облизываются а потом все уже к этому моменту и расходятся кстати говоря после торт это уже все отходняк после торта уже до свидания ну может быть на второй на третий день кто-то продолжает веселиться потому что сейчас вот так модно чтобы на малагазом и уезжали в ней сейчас вообще это всегда было принято в какой-то путешествие сладебное только раньше это было что-то локальное а теперь это уже больше за границей ну кому какие резервы финансовые позволяют ну обычно то такие грандиозные свадьбы закатывает вместе с этими тортами и закрывают рестораны и кроме того самые дорогие рестораны виручность вообще это модно арендовать загородные шато эти гостевые комплексы и уже там проводить все эти мероприятия и кроме того там на ночь остаются гости на второй день уже продолжение но это для еще раз говорю для тех кому позволяют финансы так вкладываться в это ну обычные люди хороший ресторан хорошее застолье ну раньше когда все это снималось на видео да сейчас мы все в свои телефоны хотя сейчас тоже все это снимают раньше говорили ну ради чего это свадьба ради одного DVD диска ну увы не все эти браки потом долгосрочные и у некоторых потом целая серия всего этого вот такая вот история дорогие друзья вот это наши сотрудники клил сервис групп наши дворники вот еще выходят на объекты ну так дорогие друзья всем всем хорошего я и до встречи спасибо 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 спасибо